Всем привет! Я Олег Кашин. Каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины. Сегодня мы читаем мою статью 2019 года. В новостях мелькает ЧВК-енот. Ну и как тут не улыбнуться? Сочетание несочетаемого дает бесспорный комический эффект. С одной стороны, милый зверек с понятно каким ассоциативным рядом от мультфильма «Крошка-енот» до мема «Это енот. Отчего добился ты?» С другой трехбуквенный символ всего самого зловещего, что есть сегодня в российской силовой индустрии. Это стрелы независимых полевых командиров Донбасса 34 года назад, да совсем недавно всплывшего сирийского видео с жестоким убийством и расчленением пленного. Если вчитываться в новости, можно узнать, что «Енот» — это единые народные общинные товарищества. Даже не аббревиатура, а абракадабра. Очевидно, только для того и сочиненное, чтобы сокращенно получилось «Енот». Не будем отказывать этим людям в остроумии. Действительно же, аббревиатура вызывает улыбку. И если уж мы об играх с аббревиатурами, в романе Бориса Акунина «Статский советник», неизвестный доброжелатель, который на самом деле не доброжелатель, а силовик, подбрасывает на родовольцем записки, подписанные «ТГ». Они не знают, как это расшифровывается, а потом окажется «Терциус Гауденс», «Третий радующийся». Когда роман экранизировали, латинское выражение, вероятно, сочли слишком сложным для массового зрителя. И герой Никиты Михалкова, силовик, манипулирующий террористами, подписывался СДД, имея в виду «сожрите друг друга». Фильм получился удачный, популярный. Аббревиатуру многие помнят, и трудно поверить, что когда Александр Бородай под патронажем Владислава Суркова, такие шуточки – это вообще чистая Сурковщина, создавал организацию для тех, кто успел повоевать в Донбассе, трудно поверить, что Бородай или Сурков не вспомнили ту аббревиатуру из «Статского советника» – «Сожрите друг друга». СДД – «Союз добровольцев Донбасса». Совпадение? Не думаю. И вот они сейчас друг друга буквально жрут. Основатель Енота Роман Теленкевич, позывной «Водяной», заседавший с Бородаем в президиуме съезда СДД и фотографировавшийся с Сурковым, сидит теперь в тюрьме по обвинению в бандитизме. Сидят другие члены организации. Арестованы также двоих кураторов из ФСБ, которые, как считает следствие, создали преступную группу с участием Енота. Пресса пересказывает официальную версию. Такая будто бы история про морских пиратов. Силовики, занимавшиеся ловлей контрмандистов, зачем-то брали с собой на обыске сотрудников Енота, и те спокойно выносили из офиса всякие ценности, вероятно, делясь потом с силовиками. Ну, то есть, как это выглядит? Вот пожарных, допустим, часто обвиняют в мародерстве. Можно ли представить, чтобы на каждый вызов пожарные брали с собой каких-нибудь посторонних мародеров, чтобы те искали на пепелище всякие ценности, а потом какую-то их часть отдавали пожарным? Конечно, нет. Уж с таким-то делом всегда проще справиться самому. Если бы те силовики хотели что-то воровать на обысках, они бы сами и воровали. Способов существует множество. Логичнее предположить, что это не еноты делились с силовиками, а наоборот силовики, и вряд ли те, которых в этом обвиняют, скорее кто-то из самого высокого начальства, по какой-то причине должны были делиться с енотами. Гипотетическая причина, кажется, есть только одна. Это было такое кормление, форма оплаты за те услуги, которые ЧВК оказывало государству там, где ему было нужно, в Донбассе, в Крыму в 2014 году, возможно, в Сирии. По поводу Сирии есть разные мнения, воевал там енот или нет. В какой-то момент кормление было остановлено, и крайними, помимо самих енотов, оказались те силовики, которые их кормили. Что изменилось, почему отношения испортились? Еще в феврале новая газета связывала неприятности енота с его выходом из Бородаевско-Сырковского СДД. Вроде бы люди Бородая хотели, чтобы енот оказывал охране зации какие-то услуги бесплатно. Организация хотела денег, слово за слово, и еноты пошли на публичный конфликт. Их манифест 2017 года сейчас отовсюду удален, и только в блогах того периода можно найти последний абзац этого текста с намеком на скорую гражданскую войну в России. «Наша каперская шхуна не боится штормов и смело берет курс на внутриполитическую борьбу в бескрайнем море возможностей, дарованных нам Абсолютом». То есть люди воевали в интересах власти, люди получали за это от власти кормление, люди подумали, что они сами по себе чего-то стоят, и когда им предложили оказывать какие-то бесплатные услуги, они от этого отказались. «Каперская шхуна немедленно превратилась в тыкву, а благородные пираты в уголовников. Когда Водяной и его люди выйдут из тюрьмы? Может не скоро, может вообще никогда, а может наоборот завтра сломленные, запуганные, готовые делать что угодно, убивать кого угодно, чем угодно вообще заниматься, благодарные за то, что их элементарно оставили в живых». История енотов тема интересна, что она наглядно показывает, как в сегодняшней России работает схема «Смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхи в свое». Этот страх напечатан мелкими буквами еще в контракте, который реально или фигурально подписывается перед первым шагом в серую зону. Российское государство, или по крайней мере его представители, стоит еще раз вспомнить кремлевского покровителя СДД, умеет пользоваться услугами всевозможной шпаны для выполнения каких-то непубличных и незаконных задач. Но, видимо, на старте мало кто задумывается, что даже незаконные дела в России, как и везде, вообще-то регулируются законом, уголовным кодексом. И какой бы благородной в представлении исполнителя не была его миссия, он с самой первой минуты сделки преступник, чье пребывание на свободе обусловлено исключительно доброй волей его контрагентов. Такая модель отношений называется «заложничеством». Вступая в противозаконные отношения с гражданином, государство берет его в заложник. Енотам трудно сочувствовать, тем более трудно сомневаться в том, что они действительно грабили те офисы и квартиры, куда их водили их друзья-силовики. Наверняка грабили. Но если государство их сначала брало с собой грабить, а теперь судит за грабеж, можно ли считать это справедливостью? Нет. Это пусть и в самой экзотической форме, но вполне политическое преследование. Версия наказания за выход из СДД кажется самой правдоподобной. Вряд ли все остальные ветераны Донбасса из этой среды живут сейчас на честную зарплату. И если их никто не сажает, значит у государства к ним претензий пока нет. Сюжет о грабителях превращается в сюжет о системе отношений между государством и сомнительными личностями. И эта система никак не пострадает, вне зависимости от того, что будет дальше с енотами. 2019 год. На самом деле уже чувствуется такой вайб будущей войны. Наверное. Ну или кажется. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Помните ли вы ЧВК енот? Я все комментарии читаю, на многие отвечаю. Ну а если вам нечего сказать, ставьте прямой, простой, честный лайк. Эту статью в 2019 году опубликовало издание «Репаблик». Теперь же свои новые свежие статьи я пишу трижды в неделю в телеграм-канале «Кашин Плюс». Он закрытый, он платный, но это не страшно. Подписка 5 евро в месяц. Любая карта, российская, не российская. Но ссылка на подписку здесь внизу, в описании того ролика, который вы сейчас смотрите. Также имейте в виду, что ежедневно в 9 вечера по Москве на этом же YouTube-канале, на YouTube-канале Олега Кашина я провожу свои сольные, классические авторские стримы. Вначале произношу краткую речь по итогам дня, потом долго и подробно отвечаю на все вопросы всех зрителей. Всегда остров, всегда интересно. Смотрите, и чтобы не пропустить, нажимайте на мубенчик, ну и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Смотрите меня, слушайте меня, оставайтесь со мной, читайте меня еще, да, оставайтесь со мной, возвращайтесь. Я Олег Кашин, всем спасибо, всем пока, всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok